доброе утро дорогие друзья сегодня у нас пятый выпуск нашего утреннего каста который называется завтрак с библией и сегодняшний завтрак с библией у меня был продолжением вчерашнего дня и вопрос который я хотел бы вам задать с каким настроением вы просыпаетесь утром вы знаете очень многие люди которых я знаю просыпаются утром и начинают свой день с того что они читают новости вот нет просыпаются утром берут мобильный телефон и начинают прокручивать новости вдруг что-то случилось за ночь ну даже если случилось я давно уже отказался этой привычки я не смотрю по утрам новости и не читаю новости я первое что делаю я просматриваю очередной стих библии который который мне приходит в голову там предположим сегодня мне пришло в голову почитать притчи почитать послание галатам и так далее это все что делаю первую очередь поэтому у меня последнее время настроение ну последние уже несколько может быть даже ваш пару лет настроение хорошее но бывает такое что каждому из нас утром приходит какое-то сообщение которое нам ну не нравится бывает так что скажем вы просыпаетесь утром получать какой-то какую-то смс куда или какое-то сообщение вот так у меня было вчера она мне значительно подпортила настроение это было первое когда я прочитал сначала сообщение а потом начал читать библию и весь день как-то пошел не так что-то было все время не так какие-то были не те мысли и какие-то были не те ощущения в общем пока не пришел вечер и я был был вчера на служении где я полностью отключился от того что было в этом мире и получил некоторое осознание сегодня утром когда я читал послание галатам пятой главе написано что плод духа это любовь на на первом месте мы читаем любовь на втором месте радость на третьем месте мир на четвертом месте долготерпение на пятом месте благость на шестом месте милосердие на седьмом месте вера на восьмом месте кротость на девятом месте воздержание и я не думаю что просто так эти слова здесь размещены конечно можно теологию изобрести из всего что угодно но вот мне так кажется что на самом деле если логически подумать то эти слова размещены здесь в таком порядке именно поэтому если у человека нет любви то у него нет радости человек которым нет любви рады ему радоваться нечем он все время будет находиться в злобе человек которым нет радости в нем нет мира потому что он постоянно с кем-то в состоянии агрессии либо самим собой либо с людьми с которыми он общается человек которым нет мира в нем нет долго терпения потому что он постоянно находится на взводе он он постоянно в каком-то плохом настроении его все раздражает от него люди шарахаются он начинает говорить всякую ерунду людям это не нравится ему самому в конце концов это тоже не нравится и короче говоря все идет не по плану у кого нет и долго терпения у того нет благости да то есть мы не можем быть благими людьми то есть не нести какие-то благие дела какие-то благие вести кому-то потому что у нас у нас все плохо усами какая благость может быть при этом да после этого милосердие ну как о каком милосердии может и течь если мы мы озлоблены на все что происходит вокруг у нас нет никаких абсолютно никакого желания кому-то чем-то помогать и так далее мы вот все в такой агрессии мы ждем кто нас еще там атакует так далее у кого нет милосердия соответственно у того нет веры потому что он не веришь что что-то может произойти хорошее у него вера в то что у него с каждой секунды больше что-то все хуже и хуже весь мир против него и так далее у кого нет веры у того нет кротости потому что когда когда человек начинает все называется возбухать то там на 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 других к начинает там высказывать свое какое-то агрессивное мнение когда он не верит что что за ним что стоит ему им управляет страха не вера и у кого нет кротости но того нет соответственно и воздержание потому что он не не воздержан вообще ни от чего он начинает искать какие-то средства к тому чтобы там себя каким-то образом вывести из круче короче говоря происходит такая цепочка нехороших событий в жизни и человек начинает потихоньку принимать вид уже не не верующего до помазанного богом человека святого а совсем даже наоборот и вот для того чтобы этого не происходило нужно себя вовремя уметь остановить бывает такое мы к сожалению и павел об этом пишет своих посланиях очень часто грешим потому что ну ходит и так как как рыкающий лев кого вы поглотите щиты сатана и и бывает такое что подходит и к нам самое главное в этот момент сказать отойди от меня сатана потому что как только мы перестаем радоваться как только мы перестаем любить мы тут же начинаем грешить это ну окей грех не к смерти да от него от него можно молиться но мы начинаем грешить и этот грех заключается в том что мы начинаем умышлять у себя в сердце какие-то знаете нехорошие мысли когда человек приходит и какому-то состоянию что а вот он мне вот это сказал а все я ему сейчас ох я ему от если бы мне еще что-нибудь сказал то я бы ему вот это и вот это и в притчах царя соломона в главе 12 стих 20 написано коварство в сердце злоумышленников радость у миротворцев то есть если вы хотите быть миротворцами а нам заповедано быть миротворцами да в нагорной проповеди иисуса христа он говорит блаженны миротворцы нам заповедано быть миротворцами поэтому миротворцев всегда должна быть радость и никогда никакого злого умысла то есть никакого коварства быть не должно потому что независимо от того каком настроении мы проснулись что нам пришло может быть сейчас это одна из атак сатаны когда он посылает нам какое-то сообщение, чтобы проверить нас, насколько мы верны и стойки в своей вере. Это постоянно происходят такие проверки. Бывает, что мы заходим в них далеко, бывает, что мы заходим в них буквально там шаг-два, оп-стоп, отойди от меня сатана и начинаем совершенно другой день, другую жизнь. Поэтому независимо от того, в каком настроении вы проснулись, что вам пришло с утра, подумайте, от кого это. Если это от Бога, значит, вы просто радуетесь. Если это от сатаны, знаете, что сказать, отойди от меня сатана и перестаньте избавляться от радости, начните ее приобретать. Псалом 117, стих 24. «Этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вон нам. Пусть каждый день у вас будет сотворенный Господом хорошим, пусть в нем будут царствовать только хорошее настроение, хорошие помыслы, улыбки, любовь и все остальные плоды духа, а не коварство, которое свойственно сердцу злоумышленников. И сегодняшний день пусть будет для вас благословенный, тем более это суббота. И мы встретимся с вами завтра, как обычно, в 9.30 по израильскому времени. И снова поговорим о словах Библии, которые мы читаем за завтраком. Всего вам доброго, с вами был Авелий Станкевич, благословенного вам дня, пока.